еще раз доброе утро всем я вам рада представить нашего утреннего гостя и так это утром вместе с нами встречает полпредстава польского края башир даурбеков доброе утро рада вас видеть у нас в гостях башир расскажите как давно вы возглавляете такую должность должность возглавляю шестнадцатого года а занимаясь общественной деятельностью с тринадцатого года ну тогда начнем с общественной деятельности адвокат вы да как я не адвокат это моя профессиональная деятельность общественная деятельность у меня посол по совместительству я полномоченный представитель а профессиональная деятельность это адвокатура а я знаю вот насчет общественной деятельности что вы организовали или там участник не знаю в общем клуб такой был войнах был такой Культурный центр вообще, как получилось, у нас в Пятигорске не было представительства. То есть были ингуши, были студенты, но не было представительства. И на базе культурного центра «Войнах», который находился в Ставропольском крае, я стал заместителем на Кавказских минеральных водах и представлял наш этнос, ингушей. И вот с тех пор в администрации города Пятигорска были представители всех наций, проживающих в Пятигорске, но не было ингушей. И я стал членом этнического совета города Пятигорска от республики ингушей. И так начали свою работу, то есть на более официальном уровне. Вот вы сказали, что в Пятигорске особо-то не было ингушей, да? Хорошо. Если рассматривать... Представительство. Представительство, да. Если рассматривать культурный центр «Войнах», вот что вы можете сделать? Вот в чем заключается ваша обязанность? Ну, я скажу так, спектр наших, моих... Возможности? Как говорится, спектр именно нашего направления, когда я был в «Войнахе», он был ограничен. И после того, как уже официально меня назначили представителем, полпредом, тогда, конечно, спектр расширился. На тот момент вообще суть всей этой работы – это быть, как говорится, организатором порядка, не допускать инцидентов между другими этносами, общаться, работать с нашей молодежью и сотрудничать с разными ветвями власти. Хорошо. Действительно, мы понимаем, что полпред, да, значит, уже возможности, властные рычаги есть. А вот сейчас что вы можете себе позволить, скажем, какие властные рычаги у вас сейчас есть и как вы вообще работаете? Властные рычаги у нас... Мы что можем? Мы можем связаться. И я считаю, что, понимая нашу загруженность и общественное начало, что это не оплачивается, зарплату за это представитель не получает, мы работаем, как говорится, из-за своего патриотизма, из-за того, что мы действительно сопереживаем и делаем все возможное, чтобы не допустить каких-либо инцидентов. По поводу возможностей рычагов, на нас очень хорошо, то есть с нами взаимодействуют, с нами сотрудничают, к нам, на наши просьбы отвлекаются. И я считаю, что в разных сферах мы можем свободно себя чувствовать и работать, потому что у нас по поступлению проблемы возникают вопросы. И, соответственно, мы обращаемся... Основная структура – это постпредство в Москве при президенте Российской Федерации, наше постпредство и Миннадзе. Хорошо. Вот вы сказали, что времени практически не бывает, зарплаты тоже нет. А что это дает вам? Что это дает мне? В первую очередь, как бы это ни звучало банально, я всегда с народом. Я даю почву для молодежи, чтобы они могли спокойно ко мне обращаться. Хочу заметить, что не я один выполняю эту работу. Выполняю эту работу. У нас есть превосходный, компетентный, сильнейший кадровик, сильнейший профессионал Аушев Висит, который недавно по приказу главы был назначен, полномочен также представителем на Кавказских минеральных водах. Есть автономии, которые также помогают, которые с нами сотрудничают. То есть мы ведем работу общую. Есть студенты-активисты, есть помощники. У меня на Ставрополе только у меня 4 помощника. Официальных помощников, которые имеют свое удостоверение. В Пятигорске Джани Виса парень активный. Он в этническом совете при медико-фармацевтическом институте. Везде принимает активное участие. Также богатыревный зерст, Ставрополь, хирург, врач, хороший врач. Тоже Ставрополь работает и помогает. И вот ребята, как бы это ни звучало интересно, но у меня есть помощник и греческой национальности. Он находится у меня в Ессентуках. Его зовут Артур и в Кисловодске Хамзат парень. Можно сказать, о своей точке везде, да? Да. Хорошо. Я почему так, я решил как бы разбавить этот наш, как говорится, колорит такой этнический, чуть-чуть другими национальностями, потому что вообще в Ессентуках проживает очень много греков. И поэтому я подумал, почему бы и нет. То есть это и есть этнический совет при губернаторе? Нет, этнический совет при губернаторе, он, это тот совет, который создали при правительстве Ставропольского края, при губернаторе. И туда входят все представители нации, которые проживают в Ставропольском крае. Сколько раз вы собираетесь? Ну, у нас порядка четыре совещания, четыре собрания. Действительно, по проблемам, да, по теме? Все проблемы, я хочу сказать, что губернатор у нас Владимир Владимиров, он очень такой отзывчивый человек, он доступный, с ним можно, и к нему и обратиться можно, и, то есть, нету никаких преград для этого. Хорошо, вы отметили, что вы также сотрудничаете, да, с Минацем Республики Ингушетия, а также с постпредством. Вот не удалось понаблюдать за работой постпредства нашего региона при Российской Федерации. Вот я знаю, что они помогают молодежи, да, если вдруг у них там будут проблемы в университете и так далее. Вот вы тоже сказали, что такую работу ведете только уже в Ставропольском крае. Вот какие проблемы бывают часто? Ну, у нашей молодежи, у студентов бывают проблемы разного характера. Мы помогаем им по мере своей возможности. То есть, когда они обращаются, то мы стараемся им всегда помогать. Проблемы бывают, например, не всегда предоставляют место в общежитии, образно. Потом проблемы бывают иногда и с правоохранительными органами, где действительно студенту нарушают права, и они могут нам обратиться. То есть разного характера. Действительно, это хорошая площадка, и я слышала от студентов тоже в Москве, что хорошо, что есть свои люди постпредства, что они могут прийти, рассказать свою проблему, и эту проблему действительно решают. Если не получается, там более таких высших людей стоящих привлекают к этому, это очень здорово. Поэтому спасибо вам за вашу работу. И сейчас хочется вернуться к вашей основной деятельности, как вы уже отметили. Это профессия адвоката. Расскажите о ней. Профессия адвоката. Я вообще эту деятельность начал с 2014 года. Я стажировался в Ингушетии, в нашей палате Ингушетии. Потом получил здесь статус. Здесь работали? Работал. Я работал по назначению, но я недолго проработал, полгода. И уехал в Петергоск. И в основном работаю там. То есть и в Петергорске, и в Ингушетии, и в разных регионах. Потому что нам, наша деятельность, это нам дает возможность работать на всей территории Российской Федерации. Потом я перевелся в 2018 году, я перевелся в адвокатскую палату города Москвы и в бюро «Мусарь и партнеров». И сейчас я работаю в этом бюро. А успеваете, не мешает ли вам работа полпреда совмещать работу адвоката? Вы знаете, наоборот, они дополняют друг другу. Как это? Вообще полпредства – это такая работа, она вообще многофункциональная. Ее, этой работы везде и много. Она в разных сферах. В разных сферах. Это работа с правоохранительными органами, это работа с администрацией, это работа с министерствами, это работа с институтами. А адвокатура – это такая работа, которая создает условия процессуальные на правовом поле. И поэтому оно как бы друг друга дополняет. Поэтому оно ни в коем случае не мешает, а наоборот помогает. Башир, вот недавно глава Республики Янгушетия Махмуд Олег Алиматов поднимал вопрос о наркомании. Вот в этом направлении вы какую работу проделаете? Это очень актуальная тема. И я хотел поблагодарить нашу главу за столь щепетильный вопрос. Мы занимаемся в этом направлении давно, можно сказать, с того момента, когда я начал заниматься своей деятельностью общественной. Мы проводили со студентами рейды около аптек, вылавливали, можно сказать, выявляли наших представителей и проводили с ними профилактическую беседу. Также мы работаем в этом направлении очень жестко. У нас есть свои задачи, свои именно методы работы с этим. Есть лица из бывших студентов, из нынешних студентов, которые замечены. И поэтому по ним тоже будет проводиться обязательно работа. И мы, да, Ла-Энделе, доведем до конкретного результата, конкретного итога положительного для нас, чтобы ни одного представителя, по крайней мере, из нашей республики там не было, кто занимается и употребляет этими средствами. У нас будет, я предполагаю, что в конце месяца мы уже договорились, мы проведем, создадим площадку такую. Также привлечем и духовенство Ингушетии, и местную администрацию, и правоохранительные органы на направление наркоконтроля и муфтият, и будем периодически, ну, в два месяца один раз проводить беседу с молодежью и их собирать. Хотел бы отметить, что у нас есть в Ставропольском крае муфтият. И недавно советником муфтия Ставропольского края стал Карахой Магомед. Это наш парень, наш представитель. И вот кадры у нас пополняются. Также у нас есть представительство старейшин, также при нашем полупредстве. И мы включаемся в работу и стараемся, как говорится, не потеряв наши, на фоне нашего, как говорится, наших законов российских, да, на этом фоне, в рамках закона, соответственно, сохранить свой менталитет, адаты, и чтобы парни, студенты, жители понимали, что они небесхозные, и что там есть люди, которые не позволят себя вести неправильно. Хорошо. Ну, это здорово, на самом деле. Я прекрасно понимаю вашу работу, и здорово, что есть такие люди, которые душой болеют за свой народ. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо, что приехали к нам в гости, и хорошего дня. Спасибо. А я напомню, что сегодня в гостях у нас был полупредства Урпольского края Башир Даурбеков, а программа «Утро» продолжается. Оставайтесь с нами.